то меня видно и слышно и мы поедем так, все, спасибо вам большое так, ну, дорогие участники, сегодня мы начинаем цикл вебинаров рассчитан на 7 вебинаров с февраля по апрель называется он готовимся к ЕГЭ учим решать задачи по физике у нас задача этого цикла вебинаров, вот сейчас как раз горячая пора подготовки к ЕГЭ и мы хотим предложить эффективную методику обучения решения задач, пригодную в том числе при подготовке к ЕГЭ по физике в какой мере она будет нова и полезна для вас, это вам судить программа цикла вебинаров вот всего их, как я сказал, планируется 7, первый сегодняшний называется золотое правило решения задач, на нем я расскажу также о методе исследования ключевых ситуаций, которые сокращенно называли, называем МИКС по первым буквам, все будет идти с примерами вот никакой такой отдельной академической теории у нас не будет все последующие семинары со второго по седьмой это будут примеры применения золотого правила решения задач исследования ключевых ситуаций ко всем темам скольного курса физики, ну в той мере в какой мы можем их как это нельзя объять не объятное но мы попробуем вот сегодняшняя лекция первая которая называется золотое правило решения задач план чтобы сразу можно было представить где мы находимся в каждый данный момент у нас как бы три таких первое это я хочу объяснить почему задачи в общем так трудно идут дело в том что это не случайно задача в ее традиционном виде является психологической ловушкой и для учеников и для нас если мы вот не в состоянии из нее выйти преодолеть эту ловушку я хочу объяснить почему это потому что вот ну результаты обучения решению задач в общем-то не очень такие обнадеживающие по официальным данным вот которые озвучивала Марина Юрьевна Демидова вы главнокомандующая по ЕГЭ реально умеет решать задачи не более 5% всех выпускников задачи победителей ну вот это исходили из того что ЕГЭ сдает примерно четверть из этой четверти ну только примерно пятая часть берется за задачи именно вот многоходовки ну вот одна пятая это одна четвертая это примерно 5% вот золотое правило решения задач второй пункт которая является выходом из этой ловушки вот оно очень помогает оказывает решающую помощь мы в этом убедимся на конкретных примерах но оно не решает все-таки полностью задачу эффективно максимально эффективной подготовки она не дает хотя и помогает вот дальше третий пункт это метод исследования ключевых ситуаций который позволяет значительно повысить эффективность обучения решению задач перейдя на другой уровень вот мы об этом сегодня и будем говорить вот первое задача психологическая ловушка вот первый такой вопрос для затравки чтобы нам всем было интереснее вот я осознал что у решения задачи есть очень важное общее свойство с ездой на велосипеде те кто помнят как они учились ездить на велосипеде может быть кто-нибудь скажет вот что общего с вашей точки зрения попробуйте написать в чате что общего у решения задачи с ездой на велосипеде это очень важный момент баланс так один раз да 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 правильно да но вот почему трудно научиться вот я очень хорошо помню как я нельзя равновесие еще 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 вот в чем дело давайте не бояться это все правильно самое важное вот что что когда вы начинаете падать руль надо поворачивать не в сторону от падения а туда куда падаешь вот если руль поворачиваешь туда куда падаешь то велосипед выравнивается то есть надо поступать не так как подсказывает интуиция нужно действовать вот то же самое при решении задачи вот давайте мы с вами посмотрим на решение задачи глазами ученика вот я выбрал задачу которая вот на мой взгляд ну такая трудная но посильная это не олимпиадная задача мы будем сегодня вот придерживаться золотой середины конкретно уровня задач второй части вот задачка да лодочник зачитывая переправляется через реку на моторной лодке скорость течения реки 3 км в час скорость лодки относительно воды постоянно переправа по кратчайшему пути занимает 15 минут а переправа за кратчайшее время 12 минут вопрос чему равна ширина реки вот что происходит на что направлено внимание ученика вот скажите вы как педагоги непосредственно общающиеся с детками на что направлено внимание ученика когда он читает задачу вот не на условия часть задачи закрыто видео вы можете мое видео убрать там есть вариант на вопрос конечно на вопрос в том то и дело это цель на вопрос потому что цель найти ответ вы можете мое видео отключить там есть показать на весь экран внизу по моему вот Светлана Халитовна это ведущий наш подскажите что нужно сделать слушателям чтобы мое видео мое видео не обязательно важнее то что ну презентация намного важнее чтобы вы могли переключаться там есть внизу такая ну кнопочка со стрелочками которая позволяет раскрыть на весь экран и вы будете вот значит внимание ученика направлено на вопрос это естественно естественно потому что это цель цельный ответ так а из-за чего возникает затруднение вот когда нам приходится принимать решение вот решение задачи это последовательность принятия решения когда вот возникает затруднение оно возникает тогда когда не хватает информации вот если информации достаточно нет и проблем понятно что надо делать затруднение возникает из-за недоставки информации А где можно найти информацию? Только в условии. Вот я зеленым выделил условия. Только в условии. Но фокусируясь на вопросе, ученик не уделяет должного внимания условию. Это обычная картина. Вам это знакомо? Да, чертеж, конечно, все правильно, увидеть это все. Но типичная проблема, типичное затруднение, не знает ребеночек с чего начать. Вот он уперся взглядом в вопрос, и он не знает с чего начать. Вот именно этот момент является самым важным и самым главным. И вот мы сегодня как раз и будем в основном обсуждать, как его преодолеть. Дело в том, что вот есть такое учение о доминанте, выдающегося психолога, я не знаю, как Ухтомского. Значит, человек может фокусировать внимание в каждый данный момент только на чем-то одном. И вот очень важно уметь переключать внимание. Но этому нужно учить, потому что трудно поверить. Значит, вот это то, что... Тогда возникает вопрос. Почему? Вот то есть задача является логической ловушкой. Потому что цель найти ответ, а для того, чтобы достигнуть этой цели, надо идти совсем в другую сторону. Руль поворачивает туда, куда падает, а не в сторону. Почему задача? Вот по какой причине. Задача с условием и вопросом, это очень удобное средство контроля. Это, конечно, не тест с выбором ответа, но это шаг в эту сторону. Первоначально я вот специально изучал, как появились задачи в учебных курсах. Они не так давно появились, они появились всего в 19 веке. Вот. И первоначально задачи это были примеры применения теории. И какое-то время они держались вот в этом качестве. И, собственно, такими они и должны быть. Но поскольку задача, вот с уже поставленным вопросом, для того, чтобы проверить, правильно ли она решена, достаточно нескольких секунд. Ответ сходится или не сходится. А чтобы решить задачу, нужно затратить намного больше времени. Там 10 минут, 15 минут, полчаса, в зависимости от трудности задачи. Бывает, что и больше. И поэтому один учитель в состоянии проверить правильность решений задач у десятка учеников. А это типичная ситуация. И вот контроль стал доминировать над обучением. Контроль стал доминировать над обучением. И вот это вот главная беда. Какой вывод мы с вами из этого можем сделать? Что традиционная задача с условием и уже поставленным вопросом, это далеко не самое лучшее средство для обучения. В том числе и для обучения решению задач. Это очень нетривиальный момент. Давайте на нем сосредоточимся. Вот смотрите, казалось бы, для того, чтобы научиться решать задачи, надо решать задачи. Это кажется настолько очевидным, что все так и поступают. Ну, результат вам хорошо известен. Вот 5% всего. Вот обычно решению задачи очень часто учат, разбирая примеры решения задачи. Вот при подготовке к ЕГЭ. Вот подтвердите. Вот в какой мере я правильно описываю ситуацию. При подготовке к ЕГЭ обычно, да, учителя и преподаватели при индивидуальных занятиях больше, в основном, разбирают задания предыдущих лет и задания из открытого банка, кроме теории. Вот это одна и дети считают, что это правильно. Вот такого типа задания были, вот и мы будем знать, как их решать. В результате, вот звук западает, ну, это может быть связано с, вот, вот, как же иначе. Вот, Оксана, хороший вопрос. Вот мы сейчас, как раз именно об этом у нас и пойдет речь. Вот. В результате вот такого обучения, самого распространенного, не хватает времени. Правильно. Мы сейчас будем пытаться с этим бороться. Это совершенно правильно, Галина. Я прошу прощения, что я по имени к вам обращаюсь, ну, как вот зарегистрировались, так и... Значит, в результате ученик часто запоминает решение задачи вместе с условием. Он так и говорит, эту задачу я знаю. Но, если... Это просто ненадежно, потому что различных задач тысячи невозможно все запомнить. Результат традиционного обучения решению задач, вот, умеют решать задачи только 5% выпускников. Есть ли выход? Вот, это очень... Вот, есть ли выход? Есть. Вот, их выхода есть два. Назовем их условно. Малый выход и большой выход, принципиальный. Начнем с малого, потому что с него все начинается. Значит, я назвал его «Золотое правило и решение задач». Вот, вы знаете, есть «Золотое правило механики», есть вообще «Золотое правило» без скобок. Вот в интернете можно найти «Золотое правило» — это «Поступай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе». Ну, мы будем его конкретизировать только для решения задач. Вот первое и самое трудное. Закройте поставленный в задаче вопрос и сосредоточьтесь на ситуации, описанной в условии задачи. Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Запишите эти закономерности в виде системы уравнений. Ну, неравенческого могут быть. Значит, чертеж, конечно, нужно сделать обязательно. Если тут уместен чертеж, просто я вот не написал, надо было написать. Имеется в виду не только записать, но, конечно, чертеж делать. Что важно, при этом не бойтесь использовать величины, которые вообще не упомянуты в условии задачи. Могут быть данные, искомые и вообще не упомянутые. Вот просто какие, вот еще раз, самое главное, какие закономерности справедливы для этой ситуации? И как их описать в виде уравнений? А потом, когда они уже записаны в виде уравнений, надо открыть вопрос задачи и решить полученную систему уравнений относительно искомых величин. Причем это вот золотое правило, оно работает железно. Мы сейчас вот давайте его на примере, на вот несколько примеров, разберем задачи, которые вызывают у ребят трудности. Значит, вот первая, та, которую мы уже разбирали. Вот про лодочника, который переправляется по кратчайшему пути за 15 минут, а за кратчайшее время за 12. Спрашивается, чему равна ширина реки? Вот, вот здесь золотое правило повторено. Закрыть вопрос, какие закономерности справедливы, и записываем в виде системы уравнений. А потом, вот, давайте мы, что тут происходит? Переправа по кратчайшему пути. Вот как происходит переправа по кратчайшему пути, надо двигаться по перпендикуляру к берегу. Для того, чтобы лодка двигалась по перпендикуляру к берегу, нужно немножечко двигаться, чтобы лодка шла против течения. То есть, вот изображена здесь, вот видите, лодочка, да, вот так, схематически. Вот она должна быть направлена вот таким образом, для того, чтобы переправа шла по перпендикуляру. Вот, это значит, что скорость лодки относительно берега является векторной суммой скорости лодки относительно лоды и скорости течения. Вот они складываются по правилу параллелограмма. Отчуда мы можем определить, что скорость лодки относительно берега, это по тереме Пифагора, да, тут это катет прямоугольного треугольничка, гипотенуза скорость лодки относительно воды, второй катет скорости течения. Вот, скорость лодки относительно берега, так вот выражается через скорость лодки относительно воды и скорость течения. Время переправы, ширина реки, нужно разделить на вот эту скорость лодки относительно берега. А переправа за кратчайшее время, для этого нужно лодку держать перпендикулярно берегу. Вот тогда скорость лодки относительно воды направлена перпендикулярно, Но относительно берега будет сносить. Поэтому мы приплывем не в точку, находящуюся точно напротив нас, а нас немножко снесет течение. Но если мы заботимся о времени, да, совершенно верно, но я же так и делаю. Я начинаю с рисунком и разбираться, что значит за кратчайшее время и по кратчайшему пути. Совершенно верно, совершенно верно. Да, именно с рисунком. Вот. Переправа, ну и формулы следуют после рисунков, конечно же. Вот. Переправа за кратчайшее время. Теперь в таком случае t за кратчайшее время, это d ширина реки, делить на скорость лодки относительно воды. Ну давайте вот переправа за кратчайшее время вместо скорости лодки относительно берега подставляем ее выражение. И мы получили систему двух уравнений, за меня неизвестным. Значит, она не такая сложная, можно в квадраты возвести, тогда она становится линейной относительно d квадрат и скорости лодки относительно воды. И она довольно просто решается. Система двух уравнений с двумя неизвестными. Мы можем определить и ширину реки d, и скорость лодки относительно воды. Вот смотрите, мы не думали о том, чему равна ширина реки. Мы не упирались в это. Мы просто писали то, что можно записать для данной ситуации. Давайте другую задачку, которая тоже вызывает затруднения. И обычно эта задача сложно решается. Я сейчас покажу, как мне кажется, намного более простой путь решения. За последнюю секунду свободного падения тело пролетело 30 метров. Я специально не выбрал 35-45 последовательные нечетные числа. За последнюю ряд нечетных чисел. Это они методом подбора решают. Вот пролетело 30 метров. С какой высоты падало тело? Убираем вопрос. Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Как их записать в виде уравнений? Давайте подумаем, что у нас тут происходит. Вот у нас начальная высота. А вот этот последний участок. Вот эта задача, я ее хорошо запомнил со своих школьных времен. Я помню, она просто супер меня ввела. Ну думаю, ну что, столько известно, что это за последнюю секунду сколько пролетело. А спрашивают о самом начале. Как нам с этого конца вообще восстановиться? Вот мы с этим концом мы будем сейчас работать. Обычно эта задача решается с помощью составления квадратных уравнений. Довольно сложные вычисления. Вы сейчас увидите, она просто решается в лоб сразу. Значит, что мы знаем? Что мы знаем о последнем участке? Мы знаем, что это было свободное падение. Значит, у нас тело двигалось с ускорением свободного падения. Значит, мы можем записать для последнего участка вот такое простенькое уравнение. Л, обозначим скорость за одну секунду до падения В1, а скорость вот непосредственно перед касанием земли ВК, В конечная. Тогда у нас Л, вот эта длина последнего участка, а Тау одна секунда. Вот одну секунду обозначим Тау. В1 Тау плюс Ж Тау квадрат пополам. Слушайте, это одно уравнение с одним единственным неизвестным. В1. Если мы знаем скорость за одну секунду до падения, мы сразу находим скорость в момент падения. А если мы знаем конечную скорость, то мы сходу находим и начальную высоту. Вот мне кажется, что этот способ решения проще традиционного. Вот вам как кажется? Этот способ нравится вам решение? Ведь он идет от исследования ситуации. Смотрите, вот мы идем от исследования ситуации. Пошли дальше. Вот такую задачу. В ней уже есть элемент динамики. Я специально так, чтобы... Она тоже может, так сказать, в ступор ввести. Небольшой брусок толкнули снизу вверх по гладкой наклонной плоскости. Мимо флажка, установленного на расстоянии 30 см от начального положения бруска, он прошел через одну секунду и через три секунды после толчка. А спрашивается, чему равен угол наклона плоскости? Это очень похоже на то, сколько лет бабушки-дворник этого дома. Ну, казалось бы, вообще вопрос не связан с тем, что написано. Ну, на первый взгляд, по крайней мере. А давайте мы закроем вопрос. Как мы вот закроем вопрос. Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Как их записать в видеоразон? Я не слишком тороплюсь. Напишите, пожалуйста. Вот темп, который я вот выбрал, он уместный? Нормально, да? Я, ну, чтобы вот успеть, потому что сегодня... Хорошо, спасибо вам большое. Значит, какие закономерности справедливы? Вот у нас брусок, который мы толкнули, да, он движется вверх. И он, понятно, он прошел один раз через одну секунду, двигаясь вверх. А второй раз он прошел, когда он уже двигался вниз. Это было через три секунды после толчка. Ну, вот мы берем и в лоб пишем, что L, вот это вот расстояние, которое у нас 30 сантиметров, равно V нулевое начальная скорость, T1, минус, потому что у нас ускорение направлено противоположной начальной скорости. То есть это уже в проекции мы пишем на ось Х, которая направлена вдоль наклонной плоскости. V нулевое T1 минус АТ1 в квадрате пополам. И так же самое L равна V нулевое T2 минус АТ2 в квадрате пополам. Что мы получили, дорогие мои? Мы получили два уравнения, с двумя неизвестными, V нулевое и А. Причем, обратите внимание, это линейные уравнения, система двух линейных уравнений. Вообще, ну, проще паренной рекорд. Отсюда найти А ничего не стоит, потому что все остальное нам задано. L задано, T1 задано, T2 задано. А, поэтому мы запросто можем найти А. Ну, а зная А, мы можем определить угол Альфа. Тут уже понятно, что надо нарисовать рисунок, какие силы действуют. Ну, это уже привычно для детей. Если сказано, что гладкая наклонная плоскость, значит, действует только сила тяжести, сила нормальной реакции равнодействующая. Их как раз равна МЖ синус Альфа, и ускорение по этому равно Ж синус Альфа. Зная А, находим отсюда, чем равен синус Альфа, а зная синус Альфа, находим, чем равен Альфа. То есть вот, смотрите, мы задачу, которая казалась трудной, непонятно, как ей подходить, только благодаря тому, что мы закрыли вопрос и стали думать над тем, какие закономерности, и где так надо так учить. То есть сейчас мы к этому перейдем. Значит, вывод. Чтобы приучить школьников фокусировать внимание на условиях, надо предлагать исследовать условия. То есть нужно не традиционные задачи задавать, которые служат только для контроля. Вот смотрите, задачи, которыми заполнены все задачники, пособия по ЕГЭ, и которых море, это не те задачи, по которым нужно учить решать задачи. Вот это парадоксальный вывод, который, вот вы этот вывод вот услышали, вот напишите, это самый главный вывод вот нашей сегодняшней, дальше будет, так сказать, иллюстрация. Это самое главное, это самое-самое главное, что мы должны другого типа задачи с ребятами разбирать, другого типа, тогда мы резко повысим эффективность. И мы вот этот ступор уберем у них вначале, потому что они, когда видят задачу, как сказки, пойти туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Вот это надо преодолеть. Вот такого типа надо задавать задачи. Вот как мы, лодочник, пролодочника, условия. Вот каждая задача делится, вот тех задач, он делится на две части, как вы знаете, условия и вопрос. Иногда в вопросе есть часть условия, надо научить ребят вытаскивать, чтобы вопрос был чистым, чтобы в самом вопросе информации не было. Например, сколько времени длится переправа, если скорость течения реки 3 км в час. Можно было так задать. Вот эти вот, что скорость течения реки 3 км в час, надо перебросить в описание ситуации. То есть, каждая задачка традиционная состоит из описания ситуации. Это то, что мы оставляем. И вопрос, а вопрос надо убрать. Он мешает обучению и решению задач. Мы задаем другие, какие закономерности. Сделай чертеж, или сделайте чертеж. Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Как их записать в виде уровня? И вот так мы задаем. За последнюю секунду тело пролетело 30 метров. Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Как их записать в виде уровня? Пробрусок. Толкнули, прошел. Какие закономерности справедливы для этой ситуации? Как их записать в виде уровня? Значит, вот мы сейчас будем готовиться к следующему шагу. В третьем уже. Значит, золотое правило решения задач оказывает решающую помощь. Решающую это слово выбрал, потому что оно помогает задачу решить. Но задач все-таки слишком много, чтобы успеть разобрать достаточно их число в доступное время. Вот сегодня об этом некоторые участники писали, что задач очень много, и поэтому трудно их в обозримое время. Реально трудно. Зато ситуаций, вокруг которых группируются задачи, мало. Вот если посмотреть на все множество задач школьного курса высоты птичьего полета, это очень важно. Очень важно, чтобы вот вы, как преподаватели, и не только сами это делали, но и детей к этому приучили. Вот знаете, такой, очень важно подняться над ситуацией, чтобы ее обозреть, да, вот увидеть план местности, да, вот приезжаем в незнакомый город. Очень хорошо, когда у нас есть план на руках, да, мы можем по этому плану. То же самое и здесь, это общая ситуация. Вот еще один пример, вот аналог с велосипедом, я где-то вот прочитал, он по другому поводу, но он очень сюда подходит. Вот муха бьется в стекло, вот она бьется в стекло, и там вот буквально 2-3 миллиметра ее отделяют от наружи, там она видит уже листики, травку, но она бьется, бьется и погибает. А если бы она отлетела на метр от окна, она бы увидела открытую форточку и спокойно бы вылетела в эту форточку. Вот это вот очень часто в жизни нужно, даже в жизни, не только при решении задачи, надо поступать вот не так, как подсказывает интуиция. И собственно обучение часто в этом и заключается, что нужно вот по-другому, учиться плавать, например, что нужно научиться выдыхать воду, делать поплавок. Казалось бы, зачем это, да? Если вы хотите с человеком, чтобы у вас были добрые отношения, не спорьте с ним. Лучший, самый лучший способ избежать спора. То есть вот это, ну, вот нетривиальность, то, что нужно поступить вот не так, как подсказывает интуиция. Обучение на самом деле любому делу, в этом-то и заключается. Мы должны нашу интуицию заново, как бы, воспитать, образовать ее, нашу интуицию. Она будет правильная. Вот человек, который умеет решать задачи, отличая, да, в записи, ну, будет записи, можно будет спокойно. Необходимо больше, я скажу, где они есть. Да, ситуационных задач, конечно. У нас есть полная подборка ситуационных задач, и я дам ссылки на эти статьи. Значит, вот эти ситуации, вокруг которых группируются задачи, их очень мало. Мы называем их ключевыми. Например, во всей школьной механике их около дюжины. Ну, можно, конечно, каждую там на подситуации разбирать. Этим мы будем заниматься на всех наших вот последующих вебинарах этого цикла. Но, вот, я даже перечислю, тут уже будет даже. Вот, поэтому давайте мы сделаем следующий шаг в повышении эффективности обучения решению задачи. Этот шаг у нас называется метод исследования ключевых ситуаций, ленингс. Вот ключевые ситуации, почему задачи группируются вокруг ключевых ситуаций? Это свойство задачи или свойство ситуации? Это на самом деле свойство ситуации. Потому что именно ключевые ситуации являются источниками подавляющего большинства задач. Вот мне пришлось вот в моей жизни уже достаточно долго тысячи задач составить. Тысячи. Как это делается? И вот так же это делают и составители все. И те, кто подбирает для ЕГЭ, для ЕГЭ вообще берется одна ключевая ситуация. По ней задается несколько вопросов и таким образом получается достаточное число вариантов, чтобы покрыть все там часовые пояса. Значит, на самом деле именно ключевые ситуации, вот они же, эти ключевые ситуации, послужили источниками физических открытий. Ну вот давайте сейчас мы, давайте. Сложение скоростей при движении на плоскости. Вот сегодня, вот я сейчас взял такие вот как бы крупномасштабные, ту самую дюжину, о которой я говорил. Сложение скоростей при движении на плоскости. Свободное падение. Это вот свободное падение, это ключевая ситуация, которая послужила Галилею для открытия законного падения. Он же потом перешел в движение тела по наклонной плоскости. И вот смотрите, это те, вот именно это источники задвижения планеты по круговой орбите. То, что позволило Ньютону открыть закон всемирного тяготения. Это тоже ключевая ситуация вокруг нее. Мы будем их разбирать. Поворот транспорта по дуге окружности. Конический маятник. Вот это, значит, движение двух грузов, переброшенных через блок. Разрыв снарядов в полете. Неравномерное движение по окружности в вертикальной плоскости. Мертвая петля, соскальзывание с полусферы. Баллистический маятник. И вот лестница у стены. Их можно еще делить на более. Но на самом деле, вот это такой, ну, может быть, немножко крупнозернистый. Ну, вот это по существу у себя механика. Вот если эти ситуации вы научите ваших ребят исследовать, то есть записывать, какие соотношения справедливы для этих ситуаций. И какие возникают, какие можно задачи поставить, используя написанные соотношения. Это будет рывок. Вот примеры, давайте. Вот примеры исследования ключевой ситуации. Давайте. Вот, я, как вы видите, взял это уже из книжки, да, вот эта задача 21-я. Вот, я ссылки на эти книги, это один из наших учебников. Вот, вот, уже знакомая вам, да, рыбак на моторной лодке переправляется через реку. Вот, 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 и вот смотрите, какие у нас вопросы. Мы задаем по одной ситуации, мы задаем вопросы. Вот, чему равен модуль скорости лодки относительно берега? Значит, ага, нужно сложить скорости. За какое время рыбак переправится? Это он по кратчайшему пути идет. Идет за кратчайшее время. За какое время рыбак переправится? За какое, на какое расстояние снесет лодку? Вот, смотрите, мы же можем еще больше узнать. Чему равен угол между направлением скорости лодки относительно берега и фантикуляром к берегу? Вот, видите, смотри, чему равен модуль перемещения лодки относительно берега за время переправы? То есть, чему равна вот длина траектории нашего рыбака относительно берега? То есть, тут можно намного больше, если он эту ситуацию научится их следовать, то по одной этой ситуации можно задать десятки вопросов. Вот давайте следующие. Похожую задачу. У нас каждая разобранная задача, мы обязательно даем похожую. Вот здесь он уже переправляется по кратчайшему пути. Мы даже предлагаем, поставьте три вопроса по этой ситуации и найдите ответы на них. Вот видите, мы переходим. Это можно так назвать метод исследования ключевой ситуации. Это обучение решению задач методом постановки задач. То есть, вот первое, и вот это самое главное, чтобы внимание ученикам сразу, не задавайте ему вопрос, чему равна ширина реки или какой угол, это ступор вводит. Вопрос должен быть, какие соотношения справедливы, сделай нужные чертежи и напиши в виде уравнения или неравенства соотношения справедливы для этой ситуации. Только после этого мы начинаем думать, какие задачи можно поставить. Это работа творческая. Понимаете, вот это действительно исследование. Вот сейчас все говорят о деятельностном подходе. Это все хорошо. И вот девизом, эпиграфом наших учебников являются слова Конфуция. Ты мне рассказал, и я забыл. Ты мне показал, и я запомнил. Ты меня вовлек, и я научился. Вот мы вовлекаем этим способом. Вы понимаете, это работа творческая. И опыт показывает, что дети наперебой, они сами ставят задачу, это открытие для них. Вы понимаете, ситуация, когда вы перед чеком ставите уже поставленную задачу, она угнетающая. И в жизни она никогда не встречается. Вот ребята, которые научаются хорошо решать задачи, у них далеко не всегда потом они становятся там учеными или, так сказать, ну, вот ученым становится тот, кто умеет ставить задачи. Вот я прослеживал специально судьбы олимпиадников. И те, которые вот хорошо решают задачи на олимпиадах, он далеко не всегда потом оказывается. Вот это уже поставленные задачи. Вот здесь мы, ребята, учим творчество. Вот ситуация. Последний этап падения тела. Вот то, о чем мы сегодня говорили. Вот давайте вот у нас либо время за последнее расстояние, за последнюю секунду падения, либо за какое там время, в течение которого последний метр своего пути есть такое, или последние пять метров есть. Рассмотрим ситуацию в общем виде. Вот обозначим L и Tau. И вот смотрите, вот то, что я сегодня вам рассказывал. Вот здесь задана последовательность тех вопросов, которые нужно задавать для того, чтобы ребенок учился исследовать. И вот здесь тот момент, где учебник не может заменить учителя. Потому что вот эти вот, понимаете, в учебнике мы вынуждены были записать эти вопросы. Но это на самом деле книга «Помощь для вас». То есть не надо, чтобы ребенок все это сразу прочитал. Вы давайте вот предлагайте детям, чтобы они сами по описанной ситуации сами задавали вопросы. Ну, надо, конечно, модерировать, управлять этой ситуацией, но не осковывая инициативу детей. Записывать, какие вопросы возникли, с чего начать. Вот надо начинать с самых простых вопросов. Потому что задача в многоходовках, вот что такое условие задачи? Условие задачи – это информация, в которой есть скрытая информация. Вот ответ на поставленный вопрос – это только один из элементов этой скрытой информации. До которого еще как до жизни кощея бессмертного надо добраться. Потому что она там на кончике иглы, а игла в яйце, яйцо в сундуке. Оно, возможно, это в каком-то дубе далеко. И вот, а надо, вот мы, вот, начинаем с того, что вот нам нужно найти сундук. Где найти сундук? Ага, вот нашли сундук. А что в сундуке? В сундуке яйцо. Что мы, вот, должны ставить те вопросы, на которые мы видим, как найти ответы. Значит, вот вопросы, давайте по поводу перечения и всего остального я попробую в конце. Давайте сейчас сосредоточьтесь на теме вебинара, потому что тут нетривиальные, как мне кажется. Вот скажите, кстати, ваше мнение. Да, вот переходить в ситуацию успеха, да. Вот, Наталья, вы часто у нас бываете на вебинарах, очень приятно вас видеть. Вот скажите, вот то, что я рассказываю, оно вам кажется тривиальным или тут есть свежая, полезная идея для вас? Вот в какой мере то, что я вот рассказываю сейчас, для вас полезно? Вот. Спасибо большое, Галина. Тогда буду стараться дальше. Значит, спасибо, Наталья, взаимно. Значит, идем дальше. Вот это, видите, последний этап вот здесь. Вот. Дальше движение планет вокруг Солнца. Это тоже ключевая ситуация движения. И вот мы, ну первое, сначала надо. Можно ли при рассмотрении движения планет вокруг Солнца, считать планеты Солнца и планеты материальными точками? Значит, первое, тоже, чтобы это нужно осознать. Дальше. А вот мы дальше ввели обозначение. И просим, вот теперь выразить ускорение планеты через задные величины, не вспоминается, это станительное ускорение. А как? Модуль силы притяжения, закон силы на сяготение. А дальше вот, пользуясь этим, выразить скорость планеты. И мы вывод делаем иногда. Чем больше радиус орбиты, тем меньше скорость планеты. Это вот задание ХЕГЭ обыгрывает сейчас. Вот. Но скорость движения планеты не зависит от ее ма. Ну и дальше мы предлагаем вот на эту тему уже задачи после разбора ситуации. После разбора ситуации. Вот смотрите. Вот то, что часто идет в теории, на самом деле надо деткам предлагать в виде задач. Помогая им, конечно, по ходу дела. Вот брусок находится на наклонной плоскости. Вот. С углом. Он, этот брусок у нас покоится. Вот действующее на покоящееся. Слово покоящееся выделено куртимом. Видите? И первое. Делайте чертеж. Назовите действующие. Ну мы сделали чертеж. А вы можете, так сказать, и это тоже предложить ребятам. Значит, назовите, какие силы действуют. Это осознать, что это сила трения покоя. Тело же брусок покоится. А теперь вопрос. Надо сначала понять. Самое главное. Вот. Самое трудное, это качественное. Почему сила трения покоя направлена до наклонной плоскости вверх? Потому что тело куда пытается соскользовать? Низ. Да? А сила трения покоя препятствует движению. Дальше смотрите. Запишите второй закон Ньютона. Векторный форм. Дальше. Прежде чем переходить к проекциям. Запишите выражение. Для проекции сил. Вот на эти оси координат. Потом запишите второй закон Ньютона. Вот смотрите. Мы даем правила. Вот. Ну разумные, так сказать, последовательность вопросов. Для исследования этой ситуации. Вот. Выражение. Вот для силы трения покоя. Просим силу нормальной реакции. Дальше. Мы можем записать неравенство. Справедливое для силы трения покоя. В школьном курсе. Это меньше или равно Ньютон. И мы таким образом получим. Вы видим. Вот сами. Вот не в виде теории. То, что вы рассказываете. Вот. Как бы вы хорошо не рассказывали. Или как бы я хорошо вам сейчас не рассказывал. Все-таки. Это пассивное восприятие. Вот. Потом вы будете, может быть, записи смотреть. Или посмотрите. Вот книги, на которые я ссылки дам. Значит. Это. Важно в этом принимать участие. Вот. Как бы вы хорошо не рассказывали. Вот. Сколько бы вы не смотрели на выступления по фигурному катанию. Вы не сможете после этого выйти на лед. И сделать там не то, что двойной прыжок. А также прыжок полоборота. Сколько бы вы не смотрели на соревнования. Соревнования по велосипедному спорту. Вы не сядете на велосипед. И не сможете на нем проехать 10 метров. Если вы до этого не умели. Только в процессе. Вот. Понимаете. Есть такая. Тоже еще одно заблуждение. Что человек должен сначала понять. Что-то правильно. Вот как мы действуем. Традиционная схема. Мы излагаем теорию. А потом давайте решать задачи по этой теории. Вот. Это. Это плохой способ. Потому что. Нельзя достигнуть понимания без применения. Понимание происходит только в процессе применения. А иначе только заучить можно. Вот как китайскую грамоту. И тут еще одна трудность для нашего предмета. Дело в том, что на протяжении многих лет, десятилетий, экзамены по физике были устными. Если вот человек отбарабанивал устную часть билета, даже если он не решал задачи, часто он четверку за это получал. Понимаете. Поэтому решение задачи на самом деле не было критически важным. Оно стало критически важным только с появлением ЕГЭ. Поэтому вот как раз ЕГЭ любят ругать. Может быть там для гуанитарных предметов это действительно какой-то шаг назад. Но для физики, для обучения физики, именно обучения решения задачи, это шаг вперед. Потому что мы действительно начинаем ребят учить задачи. Да, дети, ну тоже сказать, что решали большинство 15 лет назад. Это знаете, как вот что и трава была более зеленая, и вода была более мокрой. Тоже плохо решали. Тоже плохо решали. Дальше идем. Вот какую методику исследования ключевой ситуации можно предложить? Вот смотрите. Описываем ситуацию. Первый вопрос. Какие закономерности справедливы для данной ситуации? Вот похоже на золотые правила, да? Как же писать их в виде уравнений? Или неравенеть? Это второе, да, что у нас было в золотом правиле. А вот новое. Какие задачи можно поставить, используя эти уравнения? Вот смотрите. Вот это вот. Вот я сейчас курсором обвожу. Вот это вот очень важно. То есть вы видите, мы... Ключевых ситуаций немного. Если вы решаете задачи на уроке, показываете, разбираете решение задачи. Ну, сколько можно? Можно, ну, две задачи, ну, три максимум. Это очень трудно, три задачи. Кто ничего не понимает, там записывает, ничего не понимает. Значит, вот с, как это, с толком, с расстановкой, можно разобрать, ну, две задачи. На это уйдет большая часть урока. Еще. А если вы разбираете ключевую ситуацию, ее тоже можно разобрать. Одну и даже две за время урока предложил. Но каждое, за каждой ключевой ситуацией стоят десятки задач. Десятки. Понимаете? Поэтому эффективность, и потом это совсем другое отношение у детей. Они, так они, вот если задачи вы им показываете, это решается так. А вот это так. Они идут как по болоту, понимаете. Вот я дальше пример приведу. Когда немножко изменили условия задачи в ЕГЭ, такой чистый эксперимент невольно получился. И все, и задачу никто не решил. Понимаете? А так они, они так, как по болоту идут. Шаг влево, шаг вправо, и они могут утонуть. У них вот такая вот робкость, ненадежность есть. А если они умеют исследовать ситуацию, у них крылья вырастают. Вот дальше. Какие задачи можно поставить? Вот следующий важный вопрос. Может ли мы сейчас как раз пример рассмотрим. Может ли произойти в данной ситуации качественное изменение? Отрыв тела от поверхности, остановка, разрыв троса, заклинивание, конденсация пара. Мы будем разбирать эти ситуации. Вот это очень важно. Вот скажем там, сейчас мы разберем, когда тело соскальзывает с глазки полусферы, происходит отрыв. Вот на моей памяти ни один ребенок самостоятельно до этого не дошел. Они запоминают условия этой ситуации. Заучивают его. Они не понимают решать. И дальше, как можно видоизменить данную ситуацию, расширяем в область исследования. То есть, ну вот действительно превращаем в исследование. Тут важно, как бы, так, ну, меру знать, потому что видоизменять можно ситуацию, она может становиться очень сложной, уходить в олимпиадные задачи. Это отдельное, как бы, обучение олимпиадным задачам, это вот отдельная, так сказать, тема. Сейчас мы не будем ее касаться, там свои истонности. Значит, вот так. У меня просьба к участникам. Вы друг друга отвлекаете. Вот смотрите, вы вместо того, чтобы слушать самим, вот представьте себе, что во время урока к вам открывается дверь, входит сам техник, чтобы проверить, не течет ли батарея. Да? Или там медсестра заходит, вызвает кого-то на прививки. И все. И прервается урок. Вот вы сейчас именно этим занимаетесь, дорогие Оксана и Наталья. Понимаете? Вот вы сейчас и друг друга отвлекаете, и других слушателей отвлекаете. Поэтому у меня к вам просьба. Пожалуйста, я очень стараюсь. И это не такая простая тема вебинара. Значит, вы можете обменяться адресами и потом переписываться. Но давайте вот не будем исполнять роль сантехников и медсестер на уроке. Я очень вас прошу, поставьте себя на мое место и на место других участников. Вы мешаете нам. Значит, ну, спасибо, что вы поняли правильно. Так, теперь давайте разберем вот пример исследования ключевой ситуации. Я специально взял хорошо знакомую задачу. Сделал не с самой задачей, а в подходе к ней. Вот это хорошо известная задача. С вершины гладкой полусферы радиуса Р после очень слабого толчка начинается скальзывать небольшая шайба. Вопрос, на какой высоте шайба отрывается от полусферы. Ну, полусфера закрепленная надо добавить. Обычно эту задачу дети запоминают решение. Потому что отцами я не видел ни одного ребенка, хотя я стал полностью, чтобы они сами до этого догадались. Вот давайте, как нужно решать. Мы забираем вопрос, заменяем его. Какие соотношения можно записать для этой ситуации? Какие соотношения? На самом деле не так много, да? Вот мы делаем нужный чертеж. Значит, изображаем силы, да, которые действуют, силу нормальной реакции, скорость, да, скорость и ускорение рекомендуется рисовать и прикладывать к телу. Вот непосредственно к телу силы только прикладывают. Скорость и ускорение рекомендуется рядышком. Значит, у нас есть закон сохранения энергии. Да, вот пусть тело еще скользит, пусть шайбочка еще скользит. Значит, у нас есть закон сохранения энергии. Аж это высота, на которой находится в данный момент. И второй закон Ньютона. Все, больше у нас ничего нет. Второй закон Ньютона. Давайте запишем в проекциях на ось Х, направленную к центру этой полуферы. Вот это второй закон Ньютона проекции. Можем учесть, что косинус альфа вот этого угла, это H делить на R, подставим влево, и мы получим систему двух равнений. Вот что такое система двух равнений? Это значит, что мы можем найти две величины. Вот мы можем теперь из всех величин, которые сюда входят, ну у нас есть M, G, R, H, V, N, правильно? Вот сколько у нас? Шесть величин. Мы можем любые две обозначить как неизвестные и их выразить через остальные величины. Ну обычно, что? Вот у нас, так сказать, первая часть задания выполнена. Мы записали соотношение справедливой для рассматриваемой ситуации. Какие задачи можно поставить и решить, используя полученные соотношения? Ну вот, в качестве неизвестных, как можно выбрать H, V и N. Но мы только две можем выбрать, да? Какие мы выберем? Вот давайте у нас на заданной высоте, высоту будем тоже, V и N. Вот у нас неизвестно, это очень простая система уравнения, она легко решается. Тут прямо у нас заполнивший M, V квадрат стоит прямо готовым блоком. Вот. Каковы будут скорость шайбы и силы нормальной реакции, когда шайба находится на высоте H? Значит, ну я кое-какие моменты проскакиваю. Да, обосновывать надо. Почему выбор направления оси Х, почему так удобно? Ну мы сейчас не сможем, так сказать. Я специально хочу успеть сейчас. Значит, у нас, смотрите, мы заканчиваем в 17, но нам разрешили в случае необходимости не больше, чем на 15 минут задержаться. Поэтому, вот давайте посмотрим, как дело пойдет. Может быть, это ответы на вопросы ваши будут. Значит, каковы будут скорости? Ну для V вообще очень просто находится, вот прямо из первого уравнения, да? Используя это V мы находим N. И вот смотрите, вот здесь мы видим, что N, вот здесь вот надо, когда получили, надо посмотреть, что тут может интересно скрываться. Н обращается в 0, когда H равно 2R делить на 3. То есть, ну, 2 трети R. Что значит, что N обращается в 0? Сделано нормальное. Значит, полуфера перестает давить на шайбу. А следовательно, шайба перестает давить на полуферу. То есть, в этот момент, на этой высоте, вот H равное 2 трети R, шайба оторвется от полуфера. Мы сделали открытие, ну и ребята вместе с вами, если вот этим путем. Это открытие, его можно проверить. Значит, ну, там в качестве гладкой полуферы там глокус можно взять, да, и увидеть шайбочку там обычную, и она вот отрывается. Ну, там немножко трения, поэтому, конечно, это не... Но, тем не менее, сам факт отрыва его легко проинвестировать. Вот заодно мы ответили на вопрос, на какой высоте шайба оторвется от полуфера. Ставим новые задачи по этой же ситуации. Какие можно? Вот те же самые. Например, какова максимальная скорость шайбы при ее скольжении по полуферы? Скорость шайбы, вот если в таком виде поставить, то, ребят, можно только их поставить и сразу. А когда уже записано уравнение, понятно, что скорость увеличивается при скольжении, максимальный момент отрыва, да. Но мы уже знаем, что отрывается на высоте 2-3 арнатрия, мы установили. Значит, вот максимальная скорость шайбы такая-то. Можно еще хитрее вопрос поставить. На какой высоте и при какой скорости шайбы сила нормальной реакции уменьшится вдвое по сравнению с начальным случаем. Вот если с этого начать, многие в тупик при таком вопросе. А на самом деле ничего тут страшного. Вот мы, значит, было МЖ вначале, МЖ, М, значит, если в два раза уменьшается, МЖ делить пополам, он исходно находим на какой высоте и чему будет равна скорость шайба из той же самой системы группировки. Вот смотрите, это то, о чем я говорил. Чистый эксперимент на ЕГЭ. Вот на ЕГЭ несколько лет назад была такая задача, я не знаю, вот в вашем регионе попадалась она или нет, когда вот к этой шайбе подвесили грузик. Значит, эта задача, она чуть-чуть сложнее, чем исходная. Она решается с помощью тех же самых двух уравнений. Закона сохранения энергии и второго закона Ньютона. Если бы задачу про соскальзывание шайбы действительно решали, а не заучивали решение, то эту решили бы тоже. Вот это, но она не намного сложнее. Но на самом деле ее почти не сложнее. Просто вот единицы были решены. Просто, ну, никакого сравнения с тем, как... То есть это вот, ну, невольно, случайно может быть, но был поставлен чистый эксперимент. Можно расширить эту ситуацию. Вот я говорил, что можно расширить ситуацию. Значит, если шайба движется внутри кольцевого желоба, а не по полусфере, тогда она может давить не только на внутреннюю поверхность, но и на наружную. Ей некуда сойти, правда, из этого желоба. А уравнение остается теми же. Теми же, только проекция Н меняет знак. То есть тут она будет вверх направо, ну, от центра, да. А как только шайба, вот, после момента отрыва бы, она начнет давить уже не на внутреннюю поверхность, а на наружную поверхность. Уравнения остаются теми же. В какой ситуации мы плавно перешли? От ситуации скольжения по полусфере к ситуации мертвая петля. Вот. Значит, это другая ключевая ситуация, но она тесно связана с этой ситуацией. Уравнения те же. Так же точно, как и конический маятник, и там движение внутри гладкой чаши, это одна и та же система уравнения, но многие не видят гладкой чаши. Это самое. Так. Ну, теперь вот, естественный вопрос, где об этом можно прочитать? Вот где мы... Ну, давайте я вот показываю. Мы на самом деле написали, значит, вот, издательство «Двином» выпустило вот батарею учебников у МК наших вот для седьмого класса, восьмого, девятого. Уже там это, с самого начала стали отслеживать, так сказать, этот метод исследования ключевый переход. Вот. Вот у нас задачи вкраплены в текст параграфа. Они не вынесены в конец параграфа и не даны в качестве примера решения задачи. А прямо вот само изучение физики – это, так сказать, деятельностный уже подход. Вот. Десятый, одиннадцатый в двух видах есть. Для базового и углубленного уровней, вот, голубенькие. И ближе к земле зелененькие, поэтому к травке ближе. Это чисто базовый уровень. Вот. Отправлены в типографию вот такие книжки, сделанные по нашим учебникам. Вот. Которые можно использовать при работе по любому учебнику. Вот. Физика для десятого класса, физика для одиннадцатого класса. Здесь обучающие вопросы и задания. Вопросы и задания для самостоятельной работы трехуровней сложности. Подробные указания к трудным задачам. Они занимают в десятом классе особенно много места. В одиннадцатом – меньше. Просто… Причем это не решение. Это именно указание. То есть, его невозможно списать и показать, что вот… Это именно вот как подойти к написанию уровней. Ну, ответы и решения. В одиннадцатом классе есть еще материалы для подготовки к всероссийским проверочным работам и ЕГЭ. Ну, и вот отдельно есть материалы для экспресс-подготовки, вот, для подготовки к ЕГЭ. Здесь собраны основные теоретические сведения, кратко. Вопросы и задания для повторения. Вопросы и задания для самостоятельной работы. И подробные указания к трудным задачам. Теперь вот смотрите. Как можно купить эти книжки по интернету? Значит, вот я дал ссылку на сайт. Поскольку вы скачаете презентацию, то вы сможете прямо выйти на ту страницу. Это торговый дом Абрис, который вот продает книги очень многих из Альфа, в том числе из Альфа Бином. Вот. И вот вы там можете эти книги заказать, и это обойдется дешевле и дешевле существенно, чем если вы будете книгу покупать в магазинах розничной прокурли. Ну, процентов на 20, если не на 50. Вот. Ну, и вот, ну, я могу... Новый у нас с вами вебинар. 21 февраля, тоже в 16, по московскому времени. Он будет посвящен исследованию ключевых ситуаций в кинематике и динамике. Вот. Дальше мы перейдем к законам сохранения и статики. Там есть в расписании на сайте просвещения и на сайте Бинома. Есть расписание с указанием тем. Вот. Смотрите, вроде мы как уложились, но время у нас еще есть. Поэтому вот, дорогие слушатели, вам огромное спасибо за спасибо. Вот. Но скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы по... Может быть... Да. Ну, спасибо вам большое. Я вас тоже от всей души благодарю. Потому что, ну, знаете, вот, когда видишь, что то, что ты делаешь, нужно, это самая большая награда. Так, скачать презентацию можно. Перейдите, там есть папочка файлы. Вот вверху, вверху, в правом верхнем углу экрана, самая правая, там такая папочка с загнутым верхним концом правым. Наведите на папку файлы и откроется. Там и сертификат, и презентация в двух видах. Для нового офиса и для старого офиса. Какой вам удобнее, то и пользуетесь. Так. Ну, вы понимаете, очень слабых детей к ЕГЭ я не знаю, есть ли смысл готовить. Потому что, ну, что они могут... Это отдельные, может быть, какие-то... Что касается очень сильных детей, тоже есть такая проблема, потому что они могут, так сказать, пролететь. Ну, всех вопросов не... Так. Хотят сдавать. Ну, пусть пробуют. Это, так сказать, хотят не вредно, как говорится. Так. Значит, спасибо. Спасибо большое, Наталья. Вы постоянный участник наших вебинаров. И вы мне напишите, кстати говоря, если можно, Наталья. Я сейчас вот введу мой электронный адрес. Если у кого-то будут вопросы ко мне, или... Сейчас я вот... Надо было... Его, наверное... Сейчас я запишу его. Так. Вот. Значит, пожалуйста. Так. Теперь, значит, давайте... Значит, вот электронный адрес. Если у вас будут вопросы, если кто работает по нашим книгам, ну, вот Наталья Лифанова, не знаю, работает или нет, но вот она постоянно нашу часть. Если мне очень интересно вот ее мнение, вообще с ней познакомиться, может быть, и сотрудничество какое-то у нас. Да. Вот, Наталья. Ну, тогда я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, расскажите, по каким учебникам работаете. Может, пожелания у вас есть какие-то, мы сможем их учесть вот при новых изданиях. Значит, что касается перечня. Значит, ну, мы надеемся, что вот в новом перечне наши все учебники, вот, которые я показывал, будут. Ну, вот, когда выйдет перечень, ну, надежда есть, что вот весной он появится. Вот. Но, так сказать, уверенности я... Ну, хотелось бы, как это... Хотелось бы в это верить. Вот. Значит, я думаю, что и следующие вебинары тоже будут интересными и полезными. Я вот их готовлю с тем, чтобы вам было и интересно, и полезно. Мы будем разбирать конкретные ключевые ситуации. Конкретные, да. Ну, самого перечня не было, понимаете? Перечень не обновлялся вот уже несколько лет. Значит, вот в этом году может быть перечень появится. Вот. Значит, я знаю, что много... многие вот учителя, которые готовят детей к ЕГЭ, они используют наши учебники, просто покупая их. Там уже с перечнем это не так связано. И вот я знаю, мне пишут и это самое, они... Спасибо, Николай. Спасибо. 100 баллов по 100-бальной системе, а то, может, по 200-бальной. Вот. Значит, да, Надежда Николаевна, да, это методист наш по физике, она просто молодец, большой. Вот. И мы с ней в самосредственном контакте работаем. Значит, пожалуйста, еще вопросы есть или пожелания на последующие вебинары? Значит, мы... Еще два вебинара у нас будет посвящено механике, потому что все-таки вот механика основа. Вот если научился ребеночек с механикой справляться, то есть сам принцип подхода к задателям обучал... Спасибо, Николай. Если сам принцип вот он овладел, механика это, конечно, лучший полигон, она и наглядна, это вот очень важно. Вот. Спасибо, Наталья, за здоровье, спасибо. И вам также, это тоже всем очень нужно. Вот. Можно конкретные... Да, давайте, Евгения. Ну, я не уверен, что я все смогу, я какой-то там уже план набросал. Вот. Ну, мне очень интересно будет, какие задачи вы бы... Я думаю, что я смогу включить. Может быть, не все, но какие-то... Спасибо за... А дальше Елена Михайловна загадочная. Вот. За что? За презентацию сертификата. Да. Вот. Запись этого, значит, вебинара появится... Вот. Если можно, да, будет. А когда будет? Вот, Светлана Халикимовна, можете записать? Когда будет, чтобы могли участники? Там, завтра или через несколько дней? А уже есть запись вебинара. Ага. Все. Это вот Игорь Николаевич Корнилев, соавтор вот нашего УМК. Оно написано. Вот у нас это банда четырех. Значит, вот, кроме меня, это Альбина Александровна Булатова, Игорь Николаевич Корнилев и Абжида Красивина Пушкина. Вы тоже могли их на вебинарах слышать. Вот они сейчас активно по регионам ездят, рассказывают о нашем, о методе исследования ключевых ситуаций и о золотом правиле решения задач. Игорь Николаевич очень интересно о проектах рассказывает у нас наших УМК. Это вот он вел эту линию проектно-учебной деятельности. Вот. У нас есть проекты, причем проекты мы старались, чтобы это не конкурсные были такие, которые сможет там 2-3 ребенка на всю школу сделать, а мы проекты рассматривали как наоборот то, что может помочь деткам, у которых проблемы с физикой. А у них может быть руки вот вставлены в нужное место и они что-то могут сделать ручками. Когда они это сделают, поймут, почему это работает, как это работает. Вы им с честной совестью поставите положительную оценку, а вы знаете, вот ситуация успеха, она колоссально важна, просто колоссально важна. Дело в том, что вот это я может быть на следующих вебинарах затрону, очень важно вот изменить, вот главным должно быть не контроль во время урока, а обучение. Вот занятия с репетитором, они, как вы все знаете, намного эффективнее, чем занятия в классе, но это связано не только с тем, что меньше там один или два ребенка у вас, это связано еще и с тем, что оценки между вами нету, понимаете, вот нету страха за оценку. Дело в том, что вот я так, исследовательский подход, он основан на поисковом, ну, рефлексе, поисковый, так сказать, поисковое поведение. Вот поисковое поведение, оно свойственно всем лекопитающим за двумя исключениями. Вот как вы думаете, что это за исключение? Вот всем лекопитающим оно свойственно, да, вот щеночек приходит в новое место, он все начинает смотреть и сматривать. То есть это, а вот есть два исключения из всех лекопитающих. Это, ну, напишите, нет кто-нибудь, какие два исключения, у каких двух видов лекопитающих, для вас, наверное, один из этих видов хорошо, вы с ним знакомы. Это школьники и студенты. Вот у них отбивают это, вот, отбивают, отбивают, почему их учат и отвечают на уже поставленные вопросы. Вот не человек вообще, Елена, а, к сожалению, вот ребеночек приходит в школу, это фонтан вопросов дошкольник, да, в школе прямо уже с первого класса его начинают учить, он должен отвечать на уже поставленные вопросы, а надо наоборот, чтобы дети вам задавали вопросы, вы вместе обсуждали, как, что. Я вот на последующих вебинарах, может быть, ну, не все люди, а только школьники, вот, дело в том, что поисковое поведение убивается страхом. Вот страх, он отключает поисковое поведение. Если вот щеночек, он в новое помещение приходит, начинает все обнюхивать, ему все интересно, он ввести воплощении любопытства. Но если его шлепнуть тапком и прикрикнуть на него, он забьется в уголок и будет жалобно пищать. А вот это то, что, к сожалению, часто на уроках происходит. Понимаете? Вот это страх перед отметкой, вот это очень, я вот буду рассказывать вот о методических некоторых приемах на последующих вебинарах. Вот в частности, например, вот мне кажется, очень полезно регулярное проведение самостоятельных работ с отметкой по желанию. И более того, чтобы на этих, во время выполнения этих работ сильные учащиеся могли помогать другим. Когда в течение всего урока идет обучение, понимаете, они все учатся активно. Это, ну, исключительно, я сам это активно использовал в своей педагогической практике, и результат очень хороший. понимаете, весь класс работает при этом. И действительно, они все, потому что обычная эффективность урока и 45 минут, ну, дай бог, 10, а часто и 5, понимаете, потому что это кто-то спрашивает, кто-то, они смс-ками обмениваются, кто-то смотрит, еще что-то, но они в это время не ищут. Вот, а очень важно, чтобы было так, ну, это вот мы можем быть более подробно на следующих вебинарах. Есть у нас вопросы еще, потому что нам вот надо будет, если вопросов нету, вам огромное спасибо всем участникам сегодняшним за много сегодня, да, около 600 было. Вот, вам большое спасибо, и тогда что, до новых встреч. Значит, еще раз, следующая встреча, спасибо вам большое тоже. Следующая встреча, вот, на экране, да, до, значит, 21 февраля, это среда будет, среда, значит, давайте, да, вопросы, значит, вот, следующий, вот, да, вот, 21 февраля, это среда будет в 16.00, значит, пожалуйста, рад буду вас всех видеть, скажите вашим коллегам, может быть, кому-то это где-то. что-то the